Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Деревянные ободья приблизительно 7 футов длины и в одну 5 ширины, снизу же плоские и гладкие. Их они подвязывают себе под ноги и бегают с ними по снегу, ни разу не погружаясь в него. И с такой быстротой, что ей можно удивляться. Монс Пальм, секретарь шведского посольства в Москве, 1617 год. Да, за весь период эволюции лыжного инвентаря, а это несколько тысяч лет, встречались очень разные варианты лыж, ботинок и палок. И кажется, наши спортсмены, прошедшие советскую школу, все эти 7 тысяч лет ощутили на себе. Кто прошел школу лыжника, он становится очень надежным человеком, крепким здоровьем, очень хорошо приспосабливается в поведении на природе, в лесу ориентируется, никогда не заблудится. Анатолий Бирюков – настоящая легенда во всех отношениях. Он молниеносно прошел все ступени спортивной подготовки вплоть до сборной команды Советского Союза. Мог иметь апартаменты, личного водителя и не вылезать из-за гранок. А я нет. Я патриот Рязани, никуда не поеду, я буду здесь. Это мне, конечно, многое может и помешало полностью раскрыться. Сейчас не сосчитать, сколько знаменитых и не очень спортсменов прошли через школу Бирюкова. Его небольшая вотчина хранит лишь малую часть ярких воспоминаний. Это вот Кандалакша, 72-й год, это первая, 70-ка моя. Это вот я, это вот Иван Гаранин, победитель. Я в той гонке-то о четвертом был. Тренерской Анатолия Егоровича все равно, что музей, главный экспонат которого он сам и есть. Вот здесь это все сделано вот своими руками. Все из какого-то там, можно сказать, барахла там. Еще неизвестно, каким бы ремеслом прославился наш герой, если бы не снежные русские зимы и не спартанское детство. Его первые лыжи отец выстрогал из дубовых полузев от старых конных саней и вовсе не ради спортивных достижений. Просто в школу по-другому было не добраться. Зимой каждый день пять километров туда и столько же обратно. Все время было такое соперничество у нас. Кто круче с горы съедет и устоит на ногах, не упадет. Отец по-мужски гордился такими достижениями сына, но практической пользы от них не видел. Какой там спорт, когда вся жизнь в деревне – одна сплошная тренировка? В 1909 году рождения. Люди простые? Простые люди, да, крестьяне. У папы образование, может, 4 класса было, мам, по-моему, того не имела. А вот колхозную общественную работу в то время уважали. И часто в секретаре сельского совета брали только лишь за красивый почерк. Так что глава семейства Бирюковых давно расписался в истории деревушки Дербень. Свидетельство выписано его рукой. У него такой почерк красивый. Я помню, как он начинает писать, он прицеливается, прицеливается, потом раз букву выводит. Анатолию Бирюкову едва исполнилось 12, когда в деревне впервые зазвучало радио. Дикторы с красивыми голосами вели литературные чтения и комментировали спортивные матчи. Так что первые брошюрки о спорте местная детвора расхватывала, как горячие пирожки. Естественно, я почитал, увлекся футболом. И деревенские ребята. Мы начали в летнее время какие-то площадки свои делать, футбол гонять. Удар отрабатывали. По книжке поэта я читал. Никаких трейнеров, конечно, ничего не было. Зато были допотопные коньки, фанерные щитки для вратаря и лопаты, чтобы расчищать лед под импровизированной хоккейной коробки. О том, чтобы купить лыжи с жестким креплением, мальчишки не могли и мечтать. Это вот идут телеграфные столбы. Они там через 50 метров. Я, допустим, так отчитал в одну сторону, там 2,5 километра. И назад поэта я жил уже. Уже начал засекать, что-то ориентироваться. Чемпионат области в 16. Первый среди взрослых. Серебряный призер в Мурманске и сильнейший в Кандалакше. Всего этого могло и не быть, если бы на вступительные экзамены в художественное училище он догадался взять с собой рисунки. Сама судьба привела его в руки мастера спорта Станислава Рыбалкина, а затем на учебно-тренировочные сборы. Меня как перспектива, наверное, молодого человека взяли уже с такими зрелыми ветеранами, мастерами спорта. Даже международные классы там были, они где-то лет на 10 старше меня были. Мне, конечно, очень было тяжело за ними угнаться, но у меня такое самолюбие было. Вроде мы взяли такие условия, что нельзя мне уступать, надо как-то себя проявлять. Это вот победный финиш у меня. Весь я измученный, но лицо радуется, так как первое место. Он мог бы много рассказать о том, как трудно доставались победы советским спортсменам, не знающим, что такое сервисмены и хороший инвентарь. Казалось, стране так активно пропагандирующей спорт было абсолютно все равно, какой ценой эти медали завоевывались. Все поездки за границу у нас были связаны с тем, что мы обязательно, можно сказать, везли контрабанду. В основном это спиртное. Так как у нас больше поезда было в Скандинавию, а там у них либо сухой закон и прочее. И вот мы туда везли, там положено одну бутылку, везем, допустим, где-то пять. Это с целью, чтобы там поменять на лыжную смазку или какой-то спортинвентарь. И, в общем-то, получалось. К нам даже таможенники так относились довольно-таки мягко, можно сказать. Они знали, что в чехлах есть, потому что так вот переворачиваешь, там боль-боль-боль. Он ведь был достойным участником королевской 90-километровой гонки, которая считается одной из самых престижных в мире. Ее предыстория очень интересна. В далекие-далекие времена король рассорился со своими придворными, обиделся и решил прямо на лыжах уйти из Швеции в Норвегию. Придворные пожалели вспыльщего правителя, но догнали его только через 89 километров. Позже многие спортсмены пытались повторить этот подвиг. Гонка, конечно, такая уникальная. Во-первых, там стартовало 12 тысяч спортсменов. Вначале, значит, там человек 200 было. Это элита. Это в основном иностранцы. И плюс вот сборные там, допустим, Швеции. Затем, значит, там небольшое такое метро в 50 расстояние делает, отделяют элиту. И потом все остальные идут. В провинциальных городках вроде нашего мастера спорта появлялись так. Вернется со сборов молодой чемпион вроде нашего Бирюкова, молодежь от него не отходит ни на шаг. Ребята заводились с полоборота. Такой был спортивный азарт обойти лидера. Вот вам и тренировки. Не было места, чтобы по-человечески переодеться. Сегодня дефицит лыжных смазок и накаток для беговых лыж сменился и стоимостью. С ноткой грусти говорит Анатолий Бирюков. Холоднее 5 градусов, значит, используется вот 0,3. Вот это вот. А вот туда вот вставляется она, там прокатываешь такая вот. Вот, допустим, от минус 5 до нуля. Вот тут уже другой шаг до единицы. Вот они все пронумерованы. У них разный рисунок. И каждую пару знаменитый тренер готовит к соревнованиям своими руками. Иногда по 7 часов приходится стоять у станка. И вот получается, я, допустим, где-то часов в 6 заканчиваю тренировку. В пятницу их всех выпроваживаю, чтобы мне никто не мешал. Я начинаю вот эти лыжи готовить. Это я только успеваю их запарафинить. Утром рано, где-то даже пол шестого я прихожу и уже начинаю их там очищать, какую-то смазку другую ложить, там порошки и прочее. Его дедушка был лучшим столяром на всю деревню. Может, поэтому трудные времена и не сломили лыжного гонщика. В 90-е, когда его коллеги уходили с порта в бандиты, а то и вовсе в продолжительный запой, Анатолий Бирюков зарабатывал руками. Строил финские дома. Научился и кладку делать, и топором работать, банками все, электросварку и прочее. В республике Коми, где он познакомился с будущей женой, тоже сильной лыжницей, Бирюкова даже водили на экскурсию в квартиру, которой спортсмена соблазняли остаться. Но он с легким сердцем вернулся в Рязанскую однушку. А когда у нового поколения лыжников ослаб спортивный дух, родились соревнования лыжня Бирюкова. В этом году они прошли в юбилейный 20-й раз. Он помнит, как вместе с воспитанниками спортшколы они когда-то прорубали просеки сквозь кусты, чтобы обустроить территорию. Сегодня знаменитый на всю страну тренер хранит афиши, фотографии и гордится своим скромным хозяйством. Это вот у меня тут стеллаж тренировочных лыж. А с этой стороны это вот пирамид такая. Это уже гоночные лыжи, более высокого качества, на которых мы соревнуемся. Семья давно привыкла к тому, что большую часть времени он проводит здесь. Еще перед свадьбой они честно договорились с будущей супругой. Кто будет иметь более высокие результаты, тот и продолжит спортивную карьеру. Жене пришлось на время убрать лыжи и заняться воспитанием троих дочерей. Все они тоже прошли через лыжный спорт, но посвящать этому целую жизнь не стали. Мы просто не ставили цели, допустим, вот как я, пробиться в сборную команды. Я знал, что это нужно очень многим жертвовать и отдаваться очень сильно. Поэтому я уже детей на это не настраивал. Это не всем дано. Всю жизнь Анатолий Бирюков мечтает о настоящей тренировочной базе для лыжников, чтобы подрастающие спортсмены могли гордиться этим видом спорта и получать от него максимум в своем родном городе, чтобы новые легенды спорта никогда не жалели о решении остаться в Рязани. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова